Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне в церковь лет, я замужем 15 лет, детей нет, я не хочу детей, да и муж не очень хочет. Два месяца назад за мной стал ухаживать коллегам, мужа я никогда не изменял, но сейчас чувствую сильную влюблённость и не знаю, что делать. Ну, что делать, чтобы что, чтобы что. Я точно не хочу отношений ради секса, понимаю, что в мужа не вижу героя, с сильной спиной зарабатываю больше него. И вообще, чувство равно угасло, мы как брат и сестра друг для друга. Вопрос в том, позволяет ли себе чувства и отношения с другим человеком, или лучше всё прекратить на начальном этапе и дальше жить с мужем. А начать здесь стоит с того, что если у вас появилось влюблённое к другому мужчине, это означает наличие определённого кризиса в отношениях между вами и вашим мужем. И этот кризис, он в принципе, наверное, будет нарастать. Вот. Он будет нарастать, этот кризис и, в общем-то, как бывает, будет, ну, скорее всего, всё более и более некомфортно в своём состоянии, в своём положении, если хотите. Вот. И, соответственно, будет расти недовольство, будет расти какой-то негатив к мужу и так далее и так далее. Это первое. Второй момент. Вы говорите о том, что не видите в мужа героя и не чувствуете в нём сильную спину. Интересно. Почему мужчина должен быть героем и почему мужчина должен давать вам чувствовать свои сильные спины? Это про что? Ну так, про какой-то ваш внутренний конфликт, про какие-то ваши страхи, про какие-то ваши трудности, ответственность за которые вы прикладываете на мужчину, но никак не на себя. Вы можете сказать, Андрей, ну, хорошо, а что если я просто считаю, что мужчина должен быть сильным и больше зарабатывать, чем я? И в таком случае я скажу, конечно, вы имеете полное право так считать. Но в таком случае, в таком случае, если вы, что называется, и правда так считаете, если вы правда считаете, что вот мужчина должен быть сильнее вас и зарабатывать, там, ну, грубо говоря, больше вас, вот. Если вы правда так считаете, повторюсь, вы имеете право так считать, но если вы так считаете, то ваш муж совершенно точно не является тем, а кто вам нужен, вот, просто потому, просто потому, что он очевидно не соответствует вашим, как бы, представлениям о том, как должен вести себя вести себя человека. Я имею ввиду мужчина, как должен вести себя мужчину. Он этому не соответствует. И именно потому, что человек этому не соответствует. именно по этой причине. Аааа, вам действительно, скорее всего, нужен, в этом случае, другой человек. Ну, в другом вещи. Если мы, если мы позиционируем это вот так, понимаете, да? А если мы позиционируем ситуацию таким образом, что это вследствие ваших определенных проблем, то в таком случае, в таком случае, я полагаю, необходимо. решать эти свои проблемы, а не перекладывать ответственность на другого человека. Ваши, ну, как бы, ваши чувства, ваши переживания, они в целом понятны, они в целом довольно таки ясны, они очевидны. Вот. Вы не чувствуете себя с мужем любимой, вы чувствуете себя с мужем не той, кем хотите быть. Да, вам что-то от него не хватает. Возможно, накопились еще какие-то обиды, вот, и так далее. То есть, вас более чем можно в этом случае понять. Другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что вряд ли вы можете, вот, что называется, ну, позволить, да, позволить или не позволить себе какие-то чувства. Вот. Потому что ваши чувства, они уже появились, они уже появились, они уже верны. Вот. Хотите вы этого или нет? Поэтому вы не можете ими в этом смысле, конечно же, управлять. Но вы, вы можете их направлять. И вы можете, что, что еще, пожалуй, более важно, вы можете увидеть их причины. Вы можете, вы можете увидеть то, как они развиваются, как они развивались, вы можете увидеть то, вследствие чего они появились и так далее. Поэтому, при вашем желании, это вполне можно реализовать. В этом нет ничего такого, в этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего аморального и так далее. Но, задача заключается в том, чтобы, чтобы разобраться. Задача заключается в том, чтобы поработать, понимаете, да, какая штука. И понять, по итогу, чего же вы хотите. И дальше уже смотреть на то, как вы будете выстраивать свою модель поведения. Вот, и так далее. Вот, пожалуй, как-то так я мог бы вам сейчас ответить. Ага, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, с точки зрения моего опыта, который у меня есть. И надеюсь, надеюсь, что вам это было полезно. Вот, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Вперед. Вам сейчас. Продолжение следует...